Программа была принята еще в 2014 году и разработана до 2025 года. Сделано уже немало. Настоящий бум дорожного строительства в Брянске. Введены в строй новые очереди путепровода в Володарском районе и Первомайского моста в Бежице. Места, где зачастую собирались пробки, разгрузили. Расширен проспект Станки-Димитрово. На маршруты вышли и новые комфортные автобусы. Обновление автопарка городского транспорта продолжится. Наряду с приобретением транспорта у нас не уменьшается количество маршрутов, которые создают и хаос на улицах, и мешают движению. Концепция развития транспорта предусматривает работу по внедрению онлайн-сервисов, которые позволят отслеживать интервал движения и маршрут коммерческого перевозчика. Помогает в этом система ГЛОНАСС. Однако пока в нашем городе маршрутки – серьезный конкурент муниципальному транспорту. Вместе с капремонтом улиц оборудуют и остановки. Члены общественного совета Брянска вносят свои предложения. Так остановочные комплексы можно превратить в места исторической грамотности. Невзрачные рекламы заменить на яркие стенды с информацией о славных страницах истории нашего города. Чтобы эти места были использованы для повышения исторической грамотности населения, может быть, для прокладки каких-то туристических маршрутов. То есть это, по сути, место, где постоянно находятся люди. Одна из главных проблем – отсутствие качественного анализа пассажиропотока. Отсюда маршруты-дублеры, перегруженные магистрали. Корректировки требует и законодательная база. Общественный совет Брянска поддержал решение принять новую муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и безопасности дорожного движения на 2018-2023 годы. Ее основой станут целевые программы. А значит, транспортные проблемы города будут решаться эффективнее. Елена Лыщицкая, Сергей Любецкий. События Брянск.